На этом основании я был против этого решения, и вы знаете, что уже с этого вылилось, прокуратура начала досудебное расследование, провели обыски дома, я прекрасно понимаю, что это просто способ давления, чтобы перестал задавать неудобные вопросы, потому что правящие элиты, которые правят в нашем городе, уже много что не нравится с моей стороны, постоянно задают какие-то неудобные вопросы, то, знаете, солдатам НАТО дали кататься бесплатно, приравняли детям до 7 лет, то различные концессии, которые сдаются, строятся бассейны, открываются арены, построены за счет налогоплательщиков, а дают это использование в какие-то частные рубли, то есть в какое-то частное лицо получает прибыль и останавливает цены налогоплательщикам, то есть всем нам, вопечам. И, конечно же, это все радовать не может, все, что в нашем городе происходит, и я вижу, что правящая большинство тоже очень нервничает и переживает за то, кто будет руководить нашим городом после этих выборов. И делать все возможное, чтобы наша сила, чтобы мы не прошли, ну, это городской совет максимально ослабить нас, и используются разные способы, дискредитация, прямая визия, и прокуратура, и суды, вот не знают, как остановить это. Ну, я считаю, им ничего не удастся, абсолютно. Вот видя сегодня то, что вы собрались, сегодня в зале пришли на учреждение избирательного комитета, я считаю, что нам все удастся, и мы выиграем эти выборы. Это нужно преодолеть эти бюрократические препятствия, потому что в нашем городе есть чем заниматься, есть что защищать. Вы знаете, и строительство глухолодного порта у нас происходит, что за две недели принимается решение о том, что будет настроиться глухолодный порт. А жители Мельмирак, Швиттерио, Спортимент район, да, даже не в курсе, что они уже очерчены в глухолодный порт, в зону влияния глухолодного порта. То есть люди живут и уже не знают, что они власти очертили. В этом месте когда-то будут склоны. Также, видите, как в нашем городе не решаются вопросы с выбросами вредных газов, частиц, соцспортинга в южном районе постоянно. Власть показывает свою беззубость и никчемность. Я считаю, что в Новом городском совете мы должны это все решать. Мы знаем, как решать. Для этого, конечно, нужна поддержка плотичам, нужно идти в городской совет, брать эту власть и брать ее в свои руки и регулировать все процессы, которые происходят в нашем городе. И строить город социальной справедливости, который будет заботиться о каждом жителе. Будет оставить интересы не крупного капитала, а кому-то заработать в частном, а прежде всего плотичам. Чтобы наши жители, наши дети, внуки не стремились ехать за границу, в Англию, в Ирландию, в свою лучшую жизнь и заработку. Мы должны создавать наш дом здесь, создавать этот уют здесь. И для этого у нас все есть необходимые силы и знания. Сегодня я раскрою процессуально. Сегодня прошла регистрация. Для того, чтобы зарегистрировать избирательный комитет ТИТОК и ТИСИЛЬГУМОС, нужно будет эти данные внести в компьютер и распечатывать договор в двух экземплярах. Судя по тому, как у нас шла регистрация сегодня долгая, я не уверен, что у нас у всех терпения хватит сегодня это все подписать. Ну, постараемся это сделать максимально сегодня. Кто не может ждать, вы можете подойти в понедельник во вторник в офис ТИТОК-78, чтобы расписаться в двух экземплярах. Кто может подождать, ну, прошу подождать. Потому что без этого мы никак не зарегистрированы. Бюрократия из бюрократии. Правила к ряду не я, не тот, а избирательный комиссий, которые мы должны соответствовать. Давайте начнем с формирования нашего избирательного комитета, всех дворов присутствующих сегодня. Кто за то, чтобы учредить избирательный комитет ТИТОК-8-7-10. Кто за то, что... Кто против? Кто воздержался? Теперь нам нужно избрать куратора, координатора, который будет эти документы предоставлять в избирательную комиссию. И предоставлять, регистрировать будущих кандидатов, кандидатов мэра в избирательную комиссию. Так как кандидат не может быть и координатором, поэтому я предлагаю... Есть два варианта. Можем кого-то из нас избрать этого координатора, который будет отвечать, вводить в электронном виде это все, в систему вбивать, в бухгалтерию ввести. Или здесь есть второй вариант. Я оставляю это право за собой, делегируем это полномочия, мои сутки здесь. Соответственно, я этим, конечно, буду заниматься. Формально это будет мое журнение. Поддерживаете такой вариант? Держу. Да, второй вариант. Кто за второй вариант? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Есть еще обвинения в подчасти? Ну, мы все системы выйдем. Когда были подписаны, для регистрации избирательного комитета обязательно должны быть стоять печально. Но эта система покажет, она не даст этому человеку зарегистрироваться, поэтому у нас здесь нарушение закона никого не будет. Мы все прекрасно увидим. Сейчас я буду забивать. Сейчас я буду считать. Уже на сегодняшний день, до прихода, у нас уже было 77 человек. Минимум для регистрации нужно 62. Дополнительный список мы еще составили. Я думаю, у нас получается очень приличный комитет, который будет прилично представлен, прилично поработаем. Должен сказать, что планируем через две недели созвать новое собрание. Приглашаю вас всех. Можете тоже друзей, знакомых приглашать. Будем избирать кандидатов в депутаты городского совета и кандидатов мэра в нашу комитету. А сегодня нельзя ли? У нас окончательно список можно составить. Но я думаю, мы просто не подготовлены еще к этому окончательно, кто у нас пойдет. Я просто вижу, что может лучше организовать голосование. Тайно, не тайно мы должны решить. Мы должны определиться окончательно с комитетурами, кто упадет в городской совет. И у нас будет для этого две недели, чтобы окончательно рекомендовать людей, и чтобы мы все за это проголосовали. Что касается кандидатов мэра, то если вы меня поддержите, я с удовольствием приму участие от нашего комитета в качестве кандидата в мэра города Коякиска. За это можем проголосовать и сегодня. Кто за эту кандидатуру? Есть такое мнение, что если в качестве эпичмента меня лишат депутата городского совета мандата, и ситуация вообще уникальна, когда правящее большинство инициирует эпичмент депутатов. Ну, в нормальных понятиях нормальных странах это должны делать, прежде всего, избиратели. Это должны делать, если вы недовольны депутатом, которого вы избрали, вы должны это просто будут инициировать, а не мэр города. То есть, понятно, что это просто простая расплава с инакомыслием. Ну, неудобный оппонент, неудобно дискутировать, тяжело им. Я понимаю, нервы не выдерживают. Ну, я считаю, что у них ничего не получится. Свобода слова победит, правда победит. Этот вопрос я постараюсь завести до конца, до логического завершения. Какие есть вопросы? А, извините, я не договорил. Дело в том, что закон о выборах самоправления ничего не говорит о том, что если у человека стране депутата городского совета включен импичмент, то что он не имеет права баллотироваться. Закон-то не ограничен. То есть, у нас 3 марта новые выборы в городской совет, и, соответственно, нет законом ограничивающих таких моментов, чтобы не кандидату депутата или мэра не баллотить. Только в том случае, как если факсосу Кремль без России соберется, Кремль-закон специально подменял, Кремль-президент придет, подпишет. Ну, теоретически это, конечно, все возможно. Но в таком случае они абсолютно не ослабят наш комитет. Абсолютно. Наш комитет выступит очень силенно, солидно, потому что в нашем комитете будут русские жители, как и вековцы в нашем комитете пойдут. Поэтому в этом... Сколько человек вам в этом кандидатах не будет? В этом? Да. Минимум 62 человека. У нас уже есть. Нет, мы в Кремль-президентах. А, кандидатов минимум 16, максимум 62. Какие есть вопросы? Сколько высота, чтобы пройти все... Чтобы пройти или чтобы выиграть? Пройти это 4-процентный бомбер. 2000 выбирать. А что, выиграть это 7-10 надо? А партий, чтобы пришел за человек в комитете? В комитете. Ну, 2000, это я, примерно. Ну, это один тогда. Это я. Это сложно говорить о победе, это просто присутствие. Чтобы поддержать, чтобы каждый из нас попросил родственника, знакомого, чтобы пришел и проголосовал за наш комитет. Только таким способом можем победить. Союз русских любви принял решение на прошлом собрании, чтобы идти в комитет. Вот мы выполняем это решение. Название Титов, Титов, Титов. На наш взгляд, это на сегодняшний день очень яркое. Можно привлечь огромное количество протестного электората, который сегодня тоже против власти. Потому что из меня сделали такой символ. Как бы власти борются со мной. Сделались символы борьбы и противника в сегодняшней классе. Значит, это не так. Я стараюсь в своей работе улучшать как раз наш город и нашу страну. Чтобы мы могли жить, гордиться в ней, воспитывать своих детей. Я выступаю за эволюцию. Мы должны все-таки улучшать. На сегодняшний день я вижу этот график. Скатываемся, скатываемся, скатываемся. Я считаю, что прицел будет собрать еще голосов на день. Ну, это нужно 5-4%. Это не в зависимости от того, сколько наберут. Все те комитеты и партии, которые преодолеют 4-процентный барьер, считают, какая партия комитет собрали, сколько голосов, и пропорционально делят мандаты. В городе 30 мандатов. И один мэр. Выборы мэра у нас прямые. То есть, непосредственно, по печанию голосуют за мэра. Это вторые выборы, когда он там. До этого, после этого, собирались мэру с собой, там, выбирали мэра. Эти выборы были такие же, как в Кронове, что это были прямые выборы. Выборы на 3 марта 2019 года. Слава, что вы скажете тем, кто голосовал за русский альянс? Этому лекторату. Это право любого клопичанина, выбирать, за кого голосовался. Если клопичанин считает, что нужно за эту партию голосовать, пожалуйста. Не, ну в связи с поведением альянса. Ну, в связи с поведением, мне как человеку клопичанину, очень сложно было бы голосовать, видя то, что они вытворяют, и их поведение. Я не считаю, что они абсолютно отвечают моим требованиям, как депутат. То есть, я не вижу, что эти люди, депутаты, способны защитить клопичанину. Защита это никакой не имеет. Какие-то свои интересы, возможно, там интриги какие-то, какие-то игры еще политические, там, в чем они плюс пели, там, возможно, возможно. Но конкретно защита человека, я не вижу. И выборы все им, как вы полагаете? Вы знаете, что по предыдущей работе, как раз эта фракция, если мы говорим о русских школах, постарались, чтобы было локализировано 13 и 17. Они выступали как протуроры, ну, как адвокаты. Ну, к сожалению, программы. Надеюсь, сейчас ситуация изменится. Для этого я попрошу вас принять активное участие в работе, с знакомыми, с друзьями, с личными общаться, чтобы не сидели. Мы должны поменять ситуацию в нашем мире. И вот насчет выбора в Сейм. В Сейм мы пока не говорим, что мы говорим. Ясно, ясно. И насчет поездки в Крым. Ну, в прессе это прозвучало, действительно. Я получил приглашение от комитета экономического форума, который состоится в Ялте в апреле месяце, 20-го числа. Ну, предварительно создался от нас. Я вот буквально в начале ноября вернулся из Всемирного конгресса российских соотечественников, который делегатом участвовал. Сколько я общался там с чиновниками разными, с политиками, с общественными деятелями со всех стран. Многие знают о этой ситуации, которую у нас в Крыме здесь. Все очень переживало, выражали слова поддержки. Я выступал там на комитете, по защитам комитета я просто сказал о ситуации. Все люди знают по всему миру. Говоря о конгрессе, в котором в декрорном участке, там часто не Путин приходил, он сказал, что подписали закон. Тем людям, которые хотят получить российское гражданство, этот закон упрощает некоторые графические просе людей. Но я, к сожалению, еще не знаком с этим законом, с тем людям, которые хотят переехать в Россию, получить гражданство. Я поднял там вопрос о предоставлении такой категории российским соотечественникам безвизового въезда в Российскую Федерацию. Принесу резолюцию, но это как обращение к чиновникам, к политикам Российской Федерации, чтобы рассмотреть эту возможность, подготовили закон, чтобы мы могли въездить в Российскую Федерацию безвизового режима, свободно, показывать в битер. Такое действие я сделал. Здесь уже зависит исполнительный законодательный газ. Могу сказать, по Конгрессу ведется огромная работа. Есть такая система в электронном виде. Сейчас многие методические материалы, информации, библиотеки вкладывают в электронное виде. То есть уже до сегодняшнего дня любой учитель, школьник может обращаться в эту библиотеку, находить в электронном виде любую методичку, которая существует в Российской Федерации, книгу, исторические моменты различные. То есть я сам еще и заходил, но до презентации рассказали, что в этом направлении они развиваются. То есть для нас, кто хочет знать какую-то правду, развиваться в ее числе, это методичка определенная. То есть перенимать опыт, что происходит в Российской Федерации тоже полезно. Вот такие действия еще, которые я обратил внимание, очень позитивные. Если мы говорим о русской школе, все зависит, опять же, от политики. Политика, от тех, кто будет представлять нас в городском совете. Также, конечно, сегодняшний объективизм показывает, что количество учеников у нас не уменьшается, поэтому мы летим и включим для запрещения. Я не знаю, как он придет в классе, через эти выберем, а через следующие. Всяка может быть. Ну, будем делать все возможное, чтобы русские школы работали. Потому что мы все клапчичане, мы все любим наш город, и любят незабысь. То есть, видишь, не должно быть. А известно, какой процент русскоязычных платежи? Ну, если мы говорим о русскоязычных, то, наверное, 22%. Если мы говорим о русских, это 22-23%. Ну, русскоязычные, я просто понимаю по фактам, это все люди, которые разговаривают на русском. Ну, владением русским языком большое количество сочетов. Дорогие друзья, очень приятно вас видеть, что мы находим такую поддержку. Но я хочу сказать, вот тут задали вопрос относительно Москвы. Вы знаете, мы граждане Литвы, мы живем в Литве, и Россия даже своим гражданам не помогает, не говоря уже, чтобы ждать помощь нам. Поэтому мы должны бороться сами, мы должны работать, мы должны объединяться. И я убедительно вас прошу принять самое активное участие в голосовании. Чем больше нас придет, чем мы больше одарим свои голоса, значит, мы можем на что-то рассчитывать. Потому что, смотрите, эти выборы будут очень сложными и очень напряженными. Смотрите, раскол среди либералов, раскол среди соцдемов. И если мы будем пассивные, то я даю 100%, что во главе города станут консерваторы. А это нам не сулит ничего хорошего. Вы прекрасно знаете. А такая сейчас расстановка сил, что... Потому что у них, этот костяк, они идут и голосуют, они не меняются. А раздрай сейчас произошел во всех направлениях, во всех партиях. Мы, как я, вот с Титовым в одной связке 8 лет. 8 лет мы работаем, 8 лет мы стараемся. Очень обидно, что в прошлую каденцию мы получили только один мандат. Хотя собрали подписей мы очень много. И я сделала вывод, когда мы ждали, до поздней ночи сидели и следили за событиями, за решением, как-то будут выборы в избирательной комиссии. Мы пришли к такому выводу. Люди подписывались, люди как бы поддерживают, а в конечном итоге на выборы они не пришли. Поэтому убедительная просьба голосовать и голосовать за нас. Мы приложим все силы, все усилия, чтобы как можно улучшить жизнь наших русскоязычных даже, ну и литовцев, естественно, нормальных людей, которые за мир, которые не хотят войны, которые не поддерживают политику нашего правительства, что русы и полы и во всем виноваты россияне. Это неправда. Мы живем в Литве. Мы граждане Литвы. Мы соблюдаем законы Литовской республики. И нас не надо обвинять в каком-то сепаратизме. Поэтому, дорогие друзья, беандрощики, как это, единомышленники, ждем вашей поддержки. Спасибо большое. Вы имеете в виду о том, что вы знаете, мы давали очень в соцсети, мы давали в соцсети, потом обзванивали людей и рассчитывали, что друг другу будут передавать, потому что, вы знаете, это просто. Ну вот хорошо, вы зарегистрировали сейчас, вот телефоны у нас будут, мы будем тогда перезванивать. У кого нет в сети, я понимаю, это сложно. Теперь так, наш офис, Тайко 78, если какие-то проблемы, можете приходить спрашивать. Вот я хочу сказать, что в прошлой каденции Вячеслав Ильич помог трем людям, которые приходили, которым затробили инвалидность. И благодаря Читова они добились. Мы писали в Центральную комиссию по неподвижной способности. То есть, что в наших силах, что мы сможем, мы вам всегда поможем. Только и вы приходите, вы спрашиваете, вы обращаетесь. Потому что мы же не можем... Радуга, я вам прямо говорю, радуга лежит под альянсом. И поэтому на радуге мы ничего не дали. Я не верю с космотлов. Наверное, многие вы слышали в СМИ историю с крейсером Авророй. Я хочу сказать большое, огромное спасибо Вячеславу, который меня на самом деле поддержал. И как только что сейчас Вячеслава помощник говорил, что от России ждать, как мы хотим чего-то, то сейчас пришло это время. На самом деле, в этот день на этой Авроре было все не так. Я не психически нездоровый человек. Я просто хотел признаться девушке в любви. И это сделал с крейсера Авроры. Попросил помыть палубу. Нет, сейчас не надо. Нет, я просто говорю, я просто говорю, что Вячеслав меня поддержал. Да, поддержал это. И я хочу сказать, что я также хочу попросить, чтобы вы больше своих знакомых помогли ему, на самом деле, тем делом, с чем он занимается. Мы сегодня видим, что в Риге сегодня тоже стоит русскоговорящий мэр. И как Ушаков, даже в школах сделал дешевое питание. Я думаю, что Вячеслав имеет потенциал сделать то же самое, потому что наш Пайпетский порт и город вообще на самом деле сегодня имеет большие ресурсы, но так как сегодняшние наши чиновники практически отдают все в Кауновские руки. И даже сегодня мы знаем всю эту историю с маршрутными такси, когда люди остались без работы. Кто это получил? Это получила большая транспортная компания Кауновский, которые поставили сегодня сюда свои микроавтобусы. Так вот, я тоже еще раз говорю, Вячеславу спасибо за ту поддержку, которую он первый со мной связался, спросил, как у меня дела, я ему рассказал, мы с ним общались. Так вот, и вам хочу пожелать, чтобы вы поддержали его и больше своих знакомых подключили в это прекрасное его решение, которое он решил попробовать возглавить наш город. Что вы последовательно готовы сделать ради объединения русскоговорящих жителей Каида? Они должны сами объединять Какие шаги? Иногда надо чем-то жертвовать. Понимаете, идти на уступки. Сейчас у нас 10 коалиций, и часть пойдет за одних, часть за других, за третьих. Вы не можете вместе подружиться в партии, вы должны быть вместе. Вот что вы лично готовы, вы, например, готовы уйти в постах, с любых постов? Я могу уйти, и по сейчас не искать. Вот первый ответ, вы сказали, какой у вас план ради того, чтобы общий список как-то сделать? Какую-то коалицию может быть? Вот скажите свое мнение. Ну, на первых, первое, я считаю, что политические партии не должны ориентироваться только на один этнос, на русских, на литовцев. Мы должны заботиться всех о русских, литовцев, о жемотийцах, о шантийцах, о поляках. Мы все клапичане, мы все жители плавори. Поэтому политический комитет может быть многонациональным. Второе, вы задали вопрос по поводу объединения русских партий. Вы знаете, что мы сейчас отказались идти от партии Союза русских плитей, от партии Союза русских плитей. Как раз для этой цели объединительной принято решение было идти комитетом, чтобы все русские политики, не только русские политики, из альянса могли свободно влиться в этот комитет на равноправной основе и участвовать в выборах. Это предложение публично сделал и русскому альянсу. На сегодняшний день я адекватного ответа никого не получил, кроме того, что я должен обратиться с этим предложением письмами. Какую-то бюрократию с нами собираются. Конечно, смешно это, но не скесар. Я ожидал публичной позиции какой-то, куда давайте, давайте объединяться, давайте вместе работать. Но всегда много. При переговорах всегда можно, конечно, жертвовать чем-то для себя так ясно. Главное, для цели, для благородства и для цели. К сожалению, я сегодня, скажем так, движений с той стороны я не вижу. Поэтому насильно мил не будешь. Поэтому нам нужно... Вы создали комитет ТИТО и справедливость. Я, я, я. Приходите все ко мне. Я не хочу в комитет ТИТО. Может, я хочу в комитет Иванов. Хорошо. 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 Дело в том, что мы объединяемся вокруг тех, кто работает. а работает у нас пока единственный депутат ТИТОВ. И люди это чувствуют. мы не видим работы ни Розовой, ни Лоханкиной. Мы не видим их, мы их не чувствуем, кроме того, что они свои дела делают. Поэтому те, кто работают за тех, мы и голосуем. И у нас единственный сейчас человек, который всех объединяет. Всех, кто хочет не быть здесь оккупантом, а быть на родной земле. Это единственный человек. Это ТИТОВ. Он доказал этим. он не хочет. Я бы никак не осмелился даже. Мне было просто боязно выставлять себя под удары всех этих бюрократов и правительства Литовского. Это геройский поступок. Правильно вам выставлять. Спасибо. А также я только что рассказывал вам и сказал еще раз. говорите почему именно Вячеслав и почему подел полицию. Я вам только что сказал он первый единственный из нашей страны. Я не позволил в своем написал книгу любовь на Неве. Я не оскорбил ни президента Российской Федерации ни нашего президента который когда ко мне приехали консул он говорил насколько я рад что я живу в любви. Так Вячеслав первый кто бы мне первый потянул руку помощи и вот я вам отвечаю что этот человек достоин нашего кресла и потому я на сегодня нахожусь здесь и вам говорю теплые ему слова перед всеми нет первым мне нужна была помощь он проявил мне моральную помощь поддержку общался со мной после такой статьи когда мне даже не разрешили моим родителям не говорить о том что везде в СМИ это все кипело я только когда прошел границу Российской Федерации и въехал в Евросоюз мне только тогда родители сказали и первым что Вячеслав он знал мой ну что я у него визу делал в России как раз именно на чемпионат мира когда ехал вот он первый кто мне набрал и со мной встретился и меня морально поддержал он же не обязан меня поддерживать финансов потому что я успешный бизнесмен вы можете постретить это все в интернете я 23 года управлял бизнесом но так как политика стала бизнес и политика стало одной и тоже я просто решил поменять свою деятельность потому что сегодня невозможно просыпаться смотреть и видеть что политик какой-то либо сказал и от этого страдает бизнес посмотрите какие санкции насколько пострадала ветва несут полную чушь ваши сыновья дочеря также страдают рабочие места как сегодня за дефицатом и чувствуем как сегодня вели евро нас обманули и когда сегодня прожиточный уровень стал три раза дороже чем было при лите почему не осталось понимать так вот вячеслав является именно тот про что вы спрашиваете что этот человек который я показу имеет сердце и помогает только что сказали он помог трем людям которые потеряли инвалидность моя мама также имеет инвалидность мою маму уволила главврач больницы когда узнала что моей мамы есть своя фирма это было еще 90 каких-то годах она была санитаркой а мы жили очень тяжело пока я не сделал русло свой бизнес понимаете так говорить о ком нет я не говорю вам ваш адрес этот человек вы задали вопрос какая его стратегия я вам рассказываю его стратегия стать мэром и хоть что-то изменить потому что по генотипологии на его лице показано что он не жулик как сегодня многие другие что мы не выиграли тогда когда закрывали тринадцатую и семнадцатую школу вот я представитель тринадцатой школы я учителем проработала в начальных классах и когда стал вопрос о закрытии начальных классов в этой школе я первая позвонила вячеславу сказала такого не должно быть если закроет начальные классы то и закроет всю школу вы сами знаете что мы воспитываем младшее поколение а это резерв для как говорится для старших классов нет не стала начальной школы и под откос пошла пошла вся старшая школа точно так же было и 17 школы он приехал он проводил беседы он говорил о том что нельзя закрывать русские школы все равно детей будет больше начальных классов помните как закрыли почистую все детские сады а что теперь происходит не хватает мест вот точно так же происходит сейчас и в школах и ему большое спасибо что он тогда поддержал нас ну что получилось а вот еще пример хочу привести приезжала розова и она тоже время агитировала за себя когда я задала вопрос что же происходит вы через радугу не можете передать вот чтобы все знали знаете что она мне сказала она сказала что радуга ей уже не принадлежит вот вам это у нас активист тоже спать не дает мне сам чиновникам это у нас активист тоже спать не дает мне сам чиновникам а тут женщина сказала что может надо вам с кем-то соединяться и вместе быть да вы правильно говорили надо соединяться но надо соединяться в вашем случае только не с альянсом сейчас я расскажу почему я четыре года бываю на всех заседаниях я представляю спорт и вижу как все есть русский альянс за четыре года ни один депутат ни в комитетах ни в тариже ни одного слова ни разу не говорил у них все решения принимают значит или либералы или там кто-то сверху сейчас немножко расскажу что это есть русский альянс русский альянс это есть Карманов который сейчас базаром заведует сейчас он сделал ремонт крышу поставил за 2 миллиона евро построил весь свой базар предлагал в Клайпетской тариже в Клайпетской тариже это 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 миллион хватит дивидендов чтоб передали базаром заведовать ну не карманова а приватным да с частной руки с частной руки с частной руки миллион евро получал бы в город скажу второе была до геннекена такая вот жнать Мы ни разу писали документы, писали объявления. Маленький пример. Покупают автобусы, 20 автобусов, в которых цена 10 тысяч евро, автобусный парк покупает за автобус по 67 тысяч евро. Покупают до сих пор. Никаких конкурсов там, не надо решить, делать ничего. Единственное предприятие, которое могло платить, как хотят. Третий. Кто был третий? Корманов, Докимикене. Лоханькина, да? Знаете? Светлячок, да? У меня сейчас плавают дети из Светлячка. Я их в бассейн ложу, не сплакаюсь. Люди не понимают, за что за детей надо платить, доплатывать. Одним по 200 евро, по 150. Никто не знает, за что получать. Почему деньги из молитвы? Никто не понимает. Почему, вы говорили, другие школы закрыли, садики закрыли. Это приватная, называется, школа. Им отдали помещение и за наши все деньги еще отремонтировали. Что потом она еще брала деньги у людей. Вот вам русский альянс. Вы честно скажете, какой. Как вам женщина правильно сказала, надо соединяться не партией, не партией, а соединяться, ну, вам, конечно, как вы были. Нормальные люди. Да? Вот что я хотел сказать про предложение с альянсом. Ну, только не альянс, не альянс. Собирайтесь, как женщина, под Вячеслава. Ну, просто вас собирают. Кому-то надо везти. Пускай Иванов будет, если рядом хочет везти. Ну, надо человека, за которым пойти. Ну, просто, по-моему, потом только от этого человека. Ну, надо только и не отстать самим, знаете. Выбрали, и меня уже нет. Пускай он все один делает. Надо его везде поддержать. Если в комитете правильно скажу, если, вот вы сказали, школу закрыли. Семь лет назад из садиков падали уже окна. Но не было денег их ремонтировать. Не было, нет денег. Я проехал через все садики. У всех было символовищутое письмо, где везде написано. Вы на первом месте, когда будут деньги, вам будут окна поставить из садиков. Восемь садиков, одно и было тоже письмо. Что было? Собрали 30 человек, 30 собрали человек из садиков, двух. И окна поставили через две недели. И деньги появились, и окна поставили. Как я буду сказать, если вот столько людей за Вячеславом даже пошло бы для решения любого вопроса, поверьте, они были приняты. Надо просто активно быть, поддержать и держаться вместе. Вот, могу сказать. Спасибо. Как раз очень хороший, хорошо высказался человек. Заметил вопросы, те, которые сегодня на самом деле есть. И я думаю, что Вячеслав будет их решать. Я сейчас как раз пишу свою книгу «Буратино нашего времени». Именно о себе. Вы, наверное, знаете, вот он правильно сказал, вещей перекимой, туда-сюда, как все это делается. В моем бизнесе делаю работу 23 года. Я как раз, в нашей транспортно-логистической сфере это называется швагера и швагерки. Так же само кто-то сидит на креслах каких-то предприятий, делаются прокладки, как делаются откаты. И нормально сегодня предприниматель не может получить. И государство не делает никакие ручьи, чтобы обложить, например, экспедиционные компании, которые выруют деньги, чтобы не было банкротства, такого не страдало государство. В казну попадали деньги, и вы, пенсионеры, получали гораздо чуть больше. Этому ничего не интересно. Так вот, я в своей книге и пишу, это сейчас не моя реклама, я просто хочу на самом деле сказать, вот еще раз донести до людей, до тех, которые сегодня собрались, что Вячеслав на самом деле является тем человеком, который что-то может чуть-чуть сдвинуть. Конечно, против системы капитализма, которая сегодня управляет вообще всем миром, это очень тяжело. Но если не пробовать и не пытаться, ну а кто тогда? Тогда мы вообще скатимся куда-то в бездну. Итак, посмотрите, при правлении нашего президента, я не могу никогда кого-то, но могу сказать, что это не мои цифры, за ее две каденции отток людей практически 1 миллион людей. Представляете, что происходит? Это деградация. Сегодня, если посмотреть, просто Америка живет на таком земном шаре, где есть кора. Если не даем вот что-то. Потому что всегда смотреть политически, мы сегодня, три приватнических страны, очень во всех сферах, ну на самом деле слабые. Но если смотреть нашу историю, наша людьба всегда была самым сильнейшим, заваливала китайской Одессы. И даже когда мы находили, били, можно сказать, московское княжество или чего-то, то когда что повериться, то тогда московские князья отдавали своих девушек замуж на наших князей. Так вот, я хочу сказать, что почему бы сегодня рожденныйся Вячеслав в Литве не мог бы стать одним из примеров того человека, который хоть что-то сделает у нас здесь. Насчет того, что даже может сделать, чтобы в Светвичке дети просто ходили бы без определенной суммы денег, как сказал человеку, что у меня дочка Екатерина ходит в Светвичок, и я плачу ежемесячно 200 евро. Ну, куда я ходил? Извините, не собирался говорить, потому что вроде как тут все и решили, и готовы все идти. И, извините, не знаю вашего имени, и вам ответили уже некоторые люди. Повторяться не хочется, но, наверное, придется. Объединяться мы готовы. Можем мы поменять вывески. Все решаем. Абсолютно. Кроме одного. Это разность, наверное, идей, движений к цели. Ну, и, наверное, вот эти вот две вещи, которые... И отношения к другу. Ну, пускай даже так, это можно добавить третьим. То есть, вот выступал человек с 13-й школы. Когда ее закрывали, когда приезжал... Опять, ну, я не хочу, я отношусь из Альянса к некоторым людям с уважением. Но вот все равно приходится об этом говорить. Когда они приезжали и убаюкивали, что вам будет лучше на пенсии. Что вам то-то и то-то будет. Они получали свои дивиденды в чистом выражении день. В то время, когда мы, будучи со словами, в той каденции, мы просто были как два Ивана Дурака. Которые боролись с ветряными медицами. Отстаивали. Сумели. Человек не даст соврать, насколько, если я ошибаюсь, на два года, да, затормозили процесс. Но это стоило чего-то. Мы жертвовали. Мы молчали о том, что мы нашли помещение для Дома национальных культур. Мы, будучи я, вот, например, лично выкопал в архиве это помещение и дал его не на приватизацию, а бывший шахматный клуб. Все верно. Ну, теперешний Дом национальных культур, который они присвоили всем. Мы об этом вообще молчали. Плохая пиар-компания. Это не пиар-компания. Мы молчали. У вас плохая. Почему вы не хотите свои... Так мы не хотим пиариться. Мы хотим делать. Мы делаем. Просто впрягаешься и делаем. Теперь, когда Слава остался один, да, так случилось на прошлых выборах. Хотя могли проходить, но тем не менее. Так случилось. И он один остался в поле воин. В то время, когда Альянс стабильно имеет своих три места, что они сделали? Что? Только купили вот... Ну, извините меня, просто у меня это помещение. Засланный Казачок. Ну, купили вас. Ну, хорошо. Ну, имеете место. Ну, прижим. В кармане вы можете работать или еще где-нибудь. Я не обвиняю. Каждый человек делает свой выбор. Но, когда дети, например, внуки Елизаветы Доугинин-Кельни, идут в литовскую школу, в литовский детский садик и чувствуют себя превосходно. Потом люди спрашивают, а закроют? Не закроют. Придем мы, не закроют. Придут они, закроют. Все. Слава оправдывается за это дело. Это политика. Это нормальная политика государства. И мы должны с этим что-то делать. Даже начиная со своего города. И мы можем это отстоять. И есть препоны, которые можно оставить и нужно оставить. А еще главное, вы тоже должны понимать, когда вы сдаете, у вас под этим, то, что вы спрашиваете, вы спрашиваете, сколько Вячеслав хочет на этом заработать. Понимаете? Ну вот опять. Да, да, подождите, я докончил. Потому что если человек не будет за свою работу получать денег, так зачем тогда ему вообще работать? Потому что еще главное всегда мы должны оценивать. Он человек, который решился помочь городу. И мы должны его поддерживать. Так, а кто еще хочет выступить? Одно слово можно. Вот был такой художник, Тулус Ландре. Да. Был, да? Абсолютно. Он много работал, а жил в нищете. Второй пример. Чайковский. Все знают композитора Чайковского. А то, что он вот ту бумагу ему покупал. Его брат, будучи концентрессером, об этом все молчат. Так что, извините, здесь я с вами не очень соглашусь. Талант плюс трудолюбие – это гениальность. Мы гениальность, а навсегда не в местах. Слава, одно слово. Значит, здесь вопрос, вопрос, вопрос был поставлен, нужно ли объединяться. Объединяться нужно, но ни с Лоханкиной, ни с Розовой, ни с этим Каменевым или Катевым. Вот с ними нельзя, потому что они не показали себя. А Вячеслав Титов показал себя делом. Все. Дорогие друзья, судя по всему, мы окончательно оформить наш комитет не сможем, потому что это займет определенное время, потому что много еще написавшихся дополнительно, которые требуются введения в компьютер. Я планировал это все сделать сегодня, но чисто по времени мы, наверное, не успеем. Я не успею всех ввести, потому что это еще займет время, мы будем сидеть и ждать, общаться. Давайте сделаем так все-таки. Сегодня у нас состоялся учредительный съезд, однозначно, учредили комитет избирательный, но оформим окончательно документы. Большая просьба подойти в понедельник, во вторник еще. Тайпо 78 в офисе, с 10 до 5, если нужно, звоните, могу еще после 5. А какой этаж? Давайте запустили, если что-нибудь. Я бы первый там нашел, мы пошли. А вы каждый день в офисе бываете или нет? По рабочим дням. Только в среду я уеду на суд, меня не бойтесь. Постарайтесь, постарайтесь в понедельник или во вторник прийти, чтобы я смог поехать на суд и в среду в Вильнюсе сдать избирательную комиссию эти документы. Хорошо? Понедельник с 10 до 5. Дом быта, так, по 78. Со двора, с другой стороны двора.